Яркими осенними красками раствел стенд конструктора Рено на франкфуртском автосалоне, который неделю назад открыл свои двери перед посетителями. Эти разноцветные шарики при ближайшем рассмотрении оказываются различными вариациями обновленного городского хэтчбека Твинго. И без того милые и забавные хэтчбеки приобрели еще более веселую внешность, которая не может не заставить улыбнуться. Мы серьезно преобразили Твинго. Его внешность стала еще более азартной. Взять, например, его оригинальную оптику. И крупные противотуманки, и передние фары, и задние фонари выглядят очень игриво и задорно. В эксклюзивном интервью «Автопанораме» поясняет Лоренс Ван де Накер, глава стилистов Рено. Более того, французы приготовили массу вариантов индивидуализации дамского угодника. Можно выбирать из множества оттенков кузова, видов отделки интерьера и различных аксессуаров. Впрочем, обновленные хэтчбеки отличились не только яркими красками. Среди них была замечена и подогретая модификация Твинго РС со 133-сильным мотором для помешанных на азартной езде Твинговодов. Любителям эксклюзива адресуется Megane CC в исполнении «Флорид», созданный как дань уважения легендарному кабриолету «Флорид» середины прошлого столетия. В отделке салона такого необычного Megane CC используется кожа ярко-красного оттенка, создающая эффектный контраст с бежевым кузовом. Ответ Рено экологическим вызовом современности – семейство электромобилей под общим обозначением ZE, которое расшифровывается очень просто – Zero Emission, то есть нулевой уровень выбросов. Уже в этом году на дорогах появится двухместная городская кроха под именем Twizy. А в 2012 году компанию ей составит хэтчбэк ZOE – наглядная демонстрация того, что и электромобиль может быть очень даже стильным и привлекательным. Без экстравагантного шоукара этой осенью тоже не обошлось. А как же иначе? В противном случае французы не были бы французами. Знакомьтесь, электромобиль с очень дружелюбным именем Френзи. Это уже четвертый проект шеф-дизайнера Лоренса Ван Денакера, демонстрирующий нам новую дизайнерскую стратегию Рено. По соседству с ним красовались уже знакомые постоянным зрителям автопанорамы кроссовер Каптур и однообъемник Эрспейс. «Наши дизайнеры попытались создать оригинальный утилитарный автомобиль, не похожий на остальные – яркий и инновационный», говорит Лоренс. В Френзи воплощены сразу две сущности. Его можно использовать в качестве рабочей лошадки, а в свободное время отправляться на нем в дальнее путешествие всей семьей. Как видим, этой осенью конструкторы Рено постарались на славу, подарив нам настоящее буйство красок и эмоций.